Артем мечтал стать миллионером, поэтому когда знакомый предложил приумножить его сбережения, долго не думал. Спокойно отдал 600 тысяч под расписку и начал ждать. Ждать, когда деньги начнут работать. Но обещанного чуда не произошло. Бизнес-партнер стал редко отвечать на звонки, а потом и вовсе перебрался в Москву. Подальше от недовольных инвесторов. Оказалось, что Артем не единственный, кому пообещали золотые горы и оставили с нулем на банковском счете. Он активно продвигает эти махинации через Марию Кахно, то есть с помощью ее рекламы в соцсетях, в конкретном инстаграме. Мария Кахно – звезда Дома-2 в прошлом, в настоящем инстадива. Среди своих подписчиков она и продвигала сомнительные бизнес-схемы Челябинца. И, к слову, продолжает это делать. Так вот, я позвонила в новостной канал, который выпустил новости про меня, еще про Вову. Они сейчас написали мне письменное извинение. Я посмотрела репортаж 31 канала. А, они уже сто раз извинялись. Мария рассказывает про материал, который мы выпускали в ноябре. Тогда впервые стало известно о махинациях Челябинца. Никаких извинений паре блогеров мы не приносили. Это обман. Поэтому нет никаких сомнений в своем профиле инстадива завлекает всех в очередную финансовую пирамиду, где на словах всех обещают сделать миллионерами, а по факту оставляют в долгах и кредитах.